Тысячу лет не было разборов текстов, а вы чё думали, я форматы начинаю что, чтобы их потом снимать? А надо было больше лайков с комментами оставлять, да-да-да. На самом деле я просто из-за учёбы выпал вообще из медийного пространства и особенно из русской музыки, и вот сейчас наверстал прям упущенного, очень много разного нового заслушал, и русский рэп натолкнул меня на очередные мыслишки. Конечно, гвоздём программы сегодня будет Локи Мин, но и остальных представителей жанров тоже попинаем. Здрасте, вы на канале Сейна. Вот совсем недавно вы видели охрипшего Сейна, теперь новый покемон, обгоревший Сейн. Передаю привет всем тем, кто не умеет нормально пользоваться кремом от загара. Я с вами, ребята. Но я к чему вообще здесь появился? Одна из важнейших вещей для развития чувства вкуса, известный факт, это насмотренность. И я очень часто получаю вопросы, где информацию брать? Вот как так просто сделать, чтобы регулярно наполняться классной инфой? И я в этом случае советую различные медиаресурсы, в том числе YouTube-каналы, и сейчас отдельно хочу посоветовать канал ProDesign. Это прям находка на современном YouTube, потому что мало того, что, ну вот вы видите, насколько качественно всё снято и сделано, сам ведущий, профессионал своего дела с огромным стажем, но и гости его интервью просто возвращают веру в человечество. Начать советую с интервью Дмитрия Аске, офигенного стрит-арт-художника, одного из крутейших наших, у меня, кстати, был с ним подкаст на Artifics. Или, например, наверняка видели в сети фотки вот этих вот гигантских проекций. Так интервью с их создателем есть на канале ProDesign. В общем, офигенный, действительно познавательный и качественный контент, приятно подобное рекомендовать, переходите, наполняйте свои головы полезными знаниями, чтобы потом делать офигенные проекты и передавайте в комментах привет от Сейна, ссылка в описании. Чтобы соблюсти традиции жанра, начнём, ну прям с говна. Вот давайте не стесняюсь, у нас тут классическая кальянщина. Я не понимаю, вот, я думал, если есть вот хамали-навали, вот эта вот штука, то уже должны появляться какие-то другие кальянщики. То есть они же там между собой должны отличаться. Но вот появились Галибри и Мавик, и разница, по-моему, только в том, что эти экономят на обложках. Ну посмотрите. Ну это прям жёстко. Так вот, Галибри и Мавик были найдены мной в топе ВКонтакте. Там какие-то солидные места, то есть их прям очень много слушают. Трек называется Фредерико Феллини, и я-то подумал, блин, нихрена себе. Во-первых, ну режиссёр серьёзный, да. Во-вторых, есть же уже песня Сплина, Фредерико Феллини. И тот трек сделан прям с любовью к Феллини, и его имя там не случайно упоминается. Я подумал, ну может, Галибри и Мавик тоже большие ценители кинематографа, и будут использовать личность Феллини для передачи каких-то тонких чувств и ситуаций. Так вот, я как Фредерико Феллини, дайте Оскар этой богине. Словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Убийство. Вы вообще понимаете, что эти сучьи дауны пишут, блядь? Вы вообще понимаете их? Знаете, я могу понять, когда происходит неймдропинг ради хорошей рифмы, да? То есть вот привели имя, которое вообще ни в пизду, ни в Красную Армию, но здесь чувак придумал срифмовать в Феллини богине в витрине картине и решил, что все, это будет трек. И это реально хит. И нужно понимать, опять же, что мы здесь обсуждаем тексты, а не исполнителей, и понятно, что это жанр такой, у этого специфическая публика, и, ну как бы, чтобы не пояснять, можно дальше текст просто прочесть. Ой-вай, война, эти черные глаза. Ой-вай, война, я уже схожу с ума. Она точит, динамит, щарванет, не подходи, все внутри меня горит, ну-ка, бармен, повтори. Ну, ну, бля. И кальянный рэп всегда такой херовый, при том он даже уровнем херовости особенно не отличается. Отличается там разными словами, да, поэтому всегда смешно им начинать. Но мы здесь для чего, собственно, каждый раз-то упоминаем? А для того, что это одна и та же индустрия. У нас вот, например, сегодня в выпуске только рэперы, да, класс. И они существуют с этим на одной сцене. То есть, да, у этого разная аудитория, но так как жанр один, все равно есть какая-то логика сведения, какие-то фишки, какая-то, в общем, конъюнктура, она создается всем, что есть в индустрии и в жанре на данный момент. А это еще и в топе находится. И там, насколько себе много взяли кальянных фишек тот же Моргенштерн и Слава Мерлоу, нельзя не заметить. Или Мерлоу все-таки, правильно? Напишите в комментариях, мне очень интересно, как это правильно читается. Очень! Ну и как до этого у нас были клише, так и сейчас. Ты такая одна, ты беспощадна, хочу к тебе подкатить, но маловероятно, все внутри меня горит, ну-ка, бармен, повтори. Ой бы сейчас нам с тобою наболи. Это уже упоминалось в разборах текстов, но и здесь, и во множестве других попсовых песен специальные клише. То есть есть галимые строчки, да, которые, исполнители, которые там запариваются над текстом или над своим стрит-кридабилити, да, им западло их использовать, просто стыдно там вот всякая любовь-морковь. Здесь же используются и очень понятные образы, и очень понятные просто слова, и все, что говорится, оно как бы натуральное, такая созданная нейросетью смесь других песен. Это специально делается, условно, чтобы зритель, слушатель, вернее, был как бы заранее знаком с тем, что он слышит. И то же самое, то, что мы с тобой улетим на Бали, ну что может быть стереотипней? В принципе, все вышеописанное, это вот абсолютно создано как будто для человека, который художественных образов никаких вообще не видел, не способен вообще никакую метафору воспринять, а очень какие-то простые вещи. Хочу подкатить, но боюсь подкатить, она слишком крутая, вот бы с ней, блин, поехать на курорт этот популярный. И Фредерико Феллини-то в песне зачем использован? Чтоб дать Оскар этой богине, типа эта тёлка такая красивая, что ей нужно дать премию за лучшую актёрскую игру, потому что она очень красивая. Ну то есть просто какие-то популярные штампы. И помимо того, что это используется вот в такой вот музыке, в которой, опять же, мне постоянно пишут, а блин, текст в этой песне не важен, там важны вот какие-то другие вещи. Здесь самое важное рыц-тыц-тыц, но текст-то они написали, я-то его вижу. И абсолютно справедливое замечание, что нельзя судить песню только по тексту. Я с этим согласен, поэтому я сужу конкретно тексты. И к чему я вообще про эти тропы и штампы? К тому, что ими можно написать не только кальянный рэп, но и модный рэп. Например, модный рэпер Платина, я про него много разного слышал, ну, потому что он модный рэпер. И вот что он нам декларирует. Я залил бензин в стакон, стало трудно долго думать, это, сука, с этих улиц, как шалава, я танцую. Да, е-угу, мы с кварталов, мы с районов, курим очень много дури, она точно знает, кто мы, да. Я давно не трапил, нет, уже давно на грязном, давно. Фанта стала красной, да, я давно на красном, давно. Грязная Диана, я-я, грязная Диана, кинет жопу за команду. Наверное, по команде. Блять, в какой команде нужно играть, пребывать, чтобы нужно было кинуть жопу за команду? Пишите, ведь спорта уже третий комментарий, мы взрываем статистику сегодня. То есть, понимаете, это стереотип про рэперский текст, что можно написать про наркоту, тёлок, богатую жизнь и всё такое, и это получится рэп. Но он ведь правда получится. То есть, да, есть тексты, которые про это же, но при этом это интересно как-то изложено. Собственно, этим, мне кажется, и отличаются рэперы, которые вот где-то внизу, но про вот исключительно эту хуйню читают. А и рэперы, которые наверху, но тоже про эту же хуйню читают. Просто те получше придумывают или получше пишут сами треки. И, безусловно, также важна как бы лёгкость песни. Это имеет место быть. И, например, у MC Сенечки много треков, которые вот написаны, как будто он их нафристайлил. Но это местами имеет обаяние. Оно вот прикольное. Там всё равно не совсем голимая какая-то хрень. То же самое относится к Ямаугли или Биг Бэби Тейпу. Можно делать самую примитивную хрень. Именно, ну, с точки зрения текстов. Да, трэп многого не требует. Но при этом как-то быть обаятельным. Здесь я не знаю, что люди переслуживают. Может, я там вот в этих аллегориях на наркоту не понял какого-то стиля. Возможно. Но вот ни разу не интересно. Ровно так же мне не интересен Джимбо. Я бы вообще не стал о нём говорить, если бы не наткнулся на клип Некрополь. Вот реально, ребят, посмотрите. Он охерительно сделан. То есть просто как это снято. Я был заворожён с самого начала чисто качеством визуала и как всё стильно и круто сделано. При этом без особых изъёбов там в декорациях, эффектах и всём таком. Просто, но при этом супер качественно. На фоне этого я ожидал услышать гениальный реп. Ну, как минимум, крутой реп. А услышал сначала очень долго Питер мой Некрополь, Питер мой Некрополь, Питер мой Некрополь. А потом слово летит в толпу. Для меня нет табу. Встать на твоём гробу за всех, кого я люблю. Не тяни ветки, как Ню. Выпал из клетки на дню. Даже без версии GQ. Джи-джи редкий, как Мью. И вот здесь у меня тот же вопрос. Зачем люди это переслушивают? То есть почему? Ну, то есть бывает крутой флоу. Бывают крутые строчки. Бывает, ну, много чего крутого. Вот клип бы, например, я с удовольствием пересмотрел. И уже пересмотрел. Но тут в эту структуру тара-та-та-та-та-та-та-па-па-па-па-па-па. Не засунуто ничего вообще интересного. Там вот этот редкий как Мью. Мью это редкий покемон. Дальше там тоже строчки такого же рода. Я, как твоя сигарета, продолжаю убивать. Пепел раскидает ветром, но меня им не забрать. Слишком давно в яме она стала моим домом. Мы висим на храме, курим 10х комбо, трипы в катакомбах. Ну, это же все банально. Ну, то есть, ну, и типа убиваю тебя, как твоя сигарета. Ну, ну, блядь. Про сигарету чё не напиши, и так банально будет, уже шансов просто нет. Но также меня им не забрать. Это как меня им не догнать, меня им не поймать. Возможно, это юбилейный миллионный раз, когда эта строчка использовалась. Опять же, может, я не выкупаю джимбо. Может, на самом деле, это вот такой вот саунд, который просто меня не прокачивает. Опять же, вопрос вкуса. Но у меня это создает впечатление, что вот есть популярный жанр, да, популярный звук. И если на популярный звук вот так вот насаживать вот эти вот популярные клише, у кого-то в плеере оно окажется просто среди таких же треков. Вот ему нравится этот конкретный звук, и это вот как-нибудь к нему тоже добавится. Ты будешь в числе других получать отчисления и снимать себе очень красивые клипы. И мне советуют очень много музыки. Вот ежедневно реально по несколько человек мне точно пишут и советуют каких-то своих исполнителей, иногда свою собственную произведенную музыку. Большую часть я из этого, конечно же, не вывожу, просто не успеваю слушать. Но так или иначе, через меня очень много контента проходит. Именно поэтому у меня есть закрытый паблик, вход в который 5 баксов на Patreon. И там я как раз выкладываю то, что вот лучшее через меня прошло. Но большую часть рэпа я игнорирую именно поэтому. Именно потому, что я не понимаю, что вообще здесь меня должно цепануть. Все больше песен создает впечатление именно очередного рэпа. Ну еще один вот с такой херней. Еще один, который там полпесни просто набил англицизмами, и как-то у него эти англицизмы вместе с собой пересекаются, переплетаются. Это похоже на того, на того, на того и на того. Но в итоге как бы чуть иначе выглядит. Послушать можно, безусловно. Но что в этом интересного? А с Локи Мином ситуация полностью обратная. Он с самого начала был суперинтересным. Я, как и многие, впервые услышал его на треках Booking Machine, вот этих вот здоровых совместных сайферах. И он уже тогда очень сильно из всех выделялся. Речь не только про флоу, но и про смысловую наполненность, каждый раз бешеную запаренность и концептуальность. Действительно, очень много продуктов Локи меня цепляли за, ну, вот сколько, 3 или 4 года я вот слежу за ним, но ничего из этого не оставалось в моем плеере. При том, что все альбомы я слушал. И, ну, не скажу все треки, но, по крайней мере, очень дохера. Гораздо больше, чем всех остальных с Booking Machine. Клип с пародией на Большого Лебовски, настоятельно рекомендую к просмотру, блестящая работа. То же самое относится к визуальной работе, вроде в топе называется. Трек тоже блестящий визуал, очень крутой. И альбомы Локи Мина, это еще более интересная материя. Во-первых, потому что в какой-то момент пошла в России вот эта волна вот смешивания металла и рока с рэпом, и Локи был тоже в ней, и я думал, что это из разряда сезонная. Большая часть других рэперов брали роковый метальный саунд просто как сэмплы, и как бы по такой же логике, как обычно, писали трек, но вот просто с такими вот сэмплами. И это звучало именно уныло, потому что металла услышано много, и когда ты не можешь написать выразительный рифак у себя на фоне, это просто какой-то бш-др-др-др. И создавалось впечатление, что делается это преимущественно для тех, кто слушает в основном рэп. И вот им с другого берега реки жанровой, да, вот, оттуда из-за бугра их рэпер принес нового саунда. Посмотрите, яка неведома зверушка. И они такие, да, да, вот это звук нифига ты мультижанровый. А вот Локи Мин оказался в этом всерьез и надолго. На самом деле, если вы всегда интересовались смешением рэпа и рока, то настоятельно рекомендую вам это послушать, потому что мне нравится много разных исполнителей, которые и перегруженный вокал, и другие именно инструменты агрессии, которые, опять же, как я до этого тоже упоминал, что они выработанные многие в металле, они привносят к себе, и во многом получаются очень крутые эксперименты. У Локи ничего, вот именно у меня в плеере, не оставалось, потому что местами он настолько уходил в рок, что получалась классическая рок-кринжатура. Например, вот в последнем его альбоме, именно полноценном, там трек «Я жду зла» — это вот абсолютно в духе русского рока, который, ну, как бы перебродил. Но при этом на том же альбоме есть совершенно удивительные эксперименты, как, например, песня «Хоровод», и вообще вот это можно сказать про, наверное, все релизы Локи, они очень искренни, именно в смысле, насколько глубоко он погружается в себя в своем творчестве и дает зрителю проникнуть именно в его какую-то боль. Он все, что описывает, то есть у него, в принципе, песни в основном про какие-то тяжелые душевные состояния, и он довольно подробен в описаниях этого, и поэтому послушать это чисто как одну большую историю и вот такую человеческую хронику, при том, ну, конечно же, творческую и очень задротски творческую, могу порекомендовать. А еще вещь, которую невозможно развидеть, хотя, по-моему, невозможно не заметить, хотя я нигде не видел еще, чтобы кто-то об этом писал или говорил, но насколько он вдохновился System of a Down. Не знаю, может, я один настолько фанат System of a Down, но последний альбом, там некоторые вещи, ну, просто идентично похожи. Я могу конкретно песни брать, в которых есть там, условно, тот же прием, та же фишка, очень похожий рефак, очень похожий какой-то переход и так далее. Ну, во-первых, респект за выбор, да, действительно. Я сам очень много думал о том, что именно у System of a Down можно найти огромное количество, как бы, шаблонов для скрещения рэпа и рока. Они для этого особенно удобны и своими речитативными частями, и самой, как бы, ритмичностью музыки, и то, что для них во многом ритмичность была очень часто первее, чем все остальные составляющие. И вот все то, что я себе когда-то про это фантазировал, оно есть в этом альбоме Локи Мина. Поэтому также фанатами системы могу порекомендовать послушать, но осторожно. Но, собственно, во всем этом многообразии экспериментов я не смог найти ни одного трека, который бы у меня в плейлисте остался. Что-то казалось вымученным и, как бы, слишком сложным, что-то просто не подходило мне, какие-то треки как будто, в принципе, написаны для того, чтобы их один раз прожить, охуев, и после этого не возвращаться. Но это все мои личные ощущения. Собственно, из этих же личных ощущений мне пиздец понравился трек «Алло». Во-первых, это прям жесткая алдуха, и такое я люблю. Но и сам трек относится, как бы, к отдельному типу рэп-треков. Это обращение к индустрии и рефлексия этой самой индустрии. Невозможно представить, чтобы какой-нибудь Штокипелов, что солист Iron Maiden, там, Брюс Диккенсен, написал песню про то, что «Рок прогнил, и нам пора в могилы, одни мы живые, а вы все говно». А для рэперов это абсолютно окей, тоже, как бы, такой работающий троп, но кто-то его использует ради, там, бар и строчек, типа «Я там вас всех нахую вертел», а кто-то берет «Мотоциклисты! Когда вас запретят!» А кто-то берет и выдает прям полотно, как, собственно, и сделал Локи Мин. Треки Локи будто спотик после вписки. Ну, то есть, когда у вас все разные треки включали, у вас получается такая жанровая мешанина, приятная самоирония, действительно так, за счет этого вот разные, даже такие вот выебистые ценители, как я, могут что-то найти, круто. «Много ходов, а ты слил на барахло все искры, как лимбискет. А долела скука? Только ты рынок поменял. Ну, попизди, как сложно вкрутить саморезы в дюбеля». Подразумевается, что все любят пиздеть про свой сложный путь, хотя на самом деле это проторенная дорожка. И эта строчка крутая, потому что ему действительно есть чем выебываться. Локи это совершенно не про бенгеры и какие-то там клубные хиты, это именно про хардворк, которому респектуют, именно как вот, ну, профессионализму. «Вы нахуя за сцену бились, как и я, чтоб под тикток ложиться кубарем? Братан, бля, выпей яд. Вы напихали боссам в рот, но промо для них тут лучше нет. Селф-мейд идет к ним на ковер, чтоб сунуть в баннер свой еблет. Алло!» Но про тикток совсем все понятно, а вот про селф-мейд рэперов, то есть как бы которые там поднялись со дна, сами своей музыкой вышли на какой-то пьедестал, они после этого идут к продюсерам. А если продюсеры что-то и умеют, так это консервировать вот популярность человека, как бы снимать с нее вот шаблон, и дальше толкать ее и толкать, пока это работает. Вот эта вот история про people have it. И как раз-таки мне кажется, вот все то, что я описывал до этого, про вот эту вот шаблонность и бесконечное самовоспроизведение без каких-либо вот новшеств настоящих, да, кроме не тех, что вот ветер подул в музыкальной индустрии, они поменялись, а каких-то вот самостоятельно выращенных, по-настоящему стильных. Многие занимаются этим переповтором, потому что вот представьте, вы музыкант, который всю свою жизнь шел к тому, чтобы стать популярным музыкантом. Дропнули вы какой-нибудь свой альбом, который вот принес вам как минимум такую вот базу популярности, которая может позволять вам дальше на это как-то жить. А потом у вас кончились идеи. Вам вот нехуй сделать. Но вы можете. Вы можете просто выпустить еще один такой же трек, и вы получите бабки с букинга. А потом будете ездить в турах. И кроме музыки вы в жизни ничего не умеете. А у вас, ну, как-то не пишется. Вы как-то, оказавшись вот в этом положении, когда нужно выдавать новое музло, пришли к тому, что вы как-то до этого просто выдавали музло, и вы вроде привыкли его выдавать. И это, опять же, лично моя фантазия, но мне кажется, когда есть возможность, и когда ты существуешь вот в этом конвейере музыки, когда ты до этого дофига лет писал песни, куда ты их выпускал, они вот не очень приносили, а теперь начали очень приносить. Но ты же все равно херадьше-херадьше эти треки. И как бы от того, что ты один трек нахерачил, когда ты был прямо на подъеме, и думал, вот это будет пушка-бомба-взрыв, я обожаю этот продукт, и он выстрелил, а потом ты пишешь какой-то посредственный трек, ну как-то его собрал, потому что, ну, что-то собиралось, что-то надо было собрать, ну, что-то сделалось. И он все равно залетел, все равно принес бабки с букинга, все равно его знают фанаты на концертах. То ты так в это и войдешь. То есть я-то со своими видеоблогами давно перестал понимать, что на самом деле интересно, а что нет. Потому что так дохера тем я настолько давно как бы по ту сторону экрана, что я как раз вот вообще очень далек от какого-то объективного оценивания своего творчества. А у меня-то оно хотя бы, ну, понятно, более понятно, по крайней мере, чем музыка, которая вообще может быть какая угодно. И это как раз, мне кажется, довольно страшная ловушка для артиста пропасть в этом конвейере. Ты ведь в любом случае отчасти повторяешь себя, выпуская новый релиз. Это должен быть как бы следующий ты. Но как понять, это следующий ты или просто тот же, но с новой прической? Я не уверен, что Лукимин вкладывал в строчку именно это или конкретно это, но на такие мысли меня это натолкнуло и в первую очередь трек очень крутой. И дальше идет просто диск, который хорошо написан. Встал с колен вдруг русский рэп и громко пернул. Не подтереть тут дрилом, будто это керлинг. Пропускаем пару строчек. Хули журналюги лижут сперму, пишут гений за халтуру в два альбома хвалят как за первый. Абьюзеры-лентяи вдруг закэнселены музой. Я не хожу по головам, я лишь пинаю мусор. Ну, просто круто написано. Просто классные ударные строчки, которые ты потом помнишь и вот как раз, ну, понятно, зачем переслушивал. И дальше за интересным куском залезем в самый конец трека. Таким образом, он описывает свой процесс, как бы, прихода в рэп. Описывает свой творческий рост и свое становление буквально несколькими строчками, которые еще вот так вот классно раскиданы. И вот здесь, ну, чисто ради флоу кусок. И вот этот вот Динь Дон Акаидон, но при этом он в себе что-то содержит. Он относится и к остальному треку. И при этом сам по себе не пустой. Короче, стиль класс нравится. Две недели топ-1 и без тупых хитов. Я зло зеваю там, где ты потек под тайп-бетон. Мне не нужно в образ окунаться, как в бетон, на что стоит туда и компас. Я как конюхов Федор. И здесь как раз таки то, что мне больше всего нравится. Во-первых, то, что я говорил, что есть чем выебываться. Две недели топ-1 и без тупых хитов. Про тайп-биты также, ну, то есть типичные биты. Строчка отлично работает, потому что в этот момент Локи находится на супер-алтскульном бите. И, конечно, на что стоит туда и компас. Это, мне кажется, просто лучший принцип и лучшее, что можно в своем музле пропагандировать. Просто, ну, опять же, мне кажется, это важная история, насколько ты веришь или не веришь исполнителю. Рэп ведь это про то, чтобы чувак с микрофоном как бы тебя в себя влюбил. Что он этот микрофон взял, начинает что-то зачитывать и тебе хочется его слушать. И когда я вижу очередного там вот обычного русского чувака, с ебалом обычного русского чувака, но в очень модных шмотках, он читает, что он стреляет со своей бандой, ну, мне похую. Я в первую очередь не верю. Ну, то есть, ну, хорошо, даже если ты такой гангстер. Ну и чё? Это даже как бы не твоя система образов. Ну, то есть, у нас даже своя довольно большая бандитская культура в России, но в основном-то используются именно какие-то западные тропы и именно западные вот эти вот стереотипы и вот эти вот рэп-конструкторы. А здесь действительно то, что чувак декларирует, оно и есть. И понятно, что музыка это не про достоверность, но музыка это про то, чтобы верить в представление. Это ведь все равно спектакль отчасти. А как раз, мне кажется, в том, веришь ты в это или нет, и заключается как бы вся магия любого искусства. То есть, вы же в театре знаете, что дерево картонное, и оно выглядит как картонное. Но так как актеры круто играют и все это атмосфера, вы все эти знаки, которые условные, вы их воспринимаете как реальные. И как бы все, по сути, зрители в театре изображают, что это картонное дерево, это настоящее дерево, это как бы правила игры, все в это верят. И в случае с рэпом, ну, я готов поверить, что ты там всех убьешь, сожрешь и перестреляешь, и это к Локи тоже относится, если во всем остальном есть обаяние. То есть, в этом плане идеальный пример слепнот. Люди знают, что они там не жрут людей, но при этом из-за того, какая охеренная атмосфера создается на концертах, все делают вид, что да, там, сожрать, головы оторвать. А принцип, на что стоит на то и компас, я рекомендую вам использовать как девиз по жизни. Очень полезно и приятно таким образом жить, но иногда бедновато получается. А чтобы я не был бедняком, подписывайтесь на мой патреон обязательно, и еще на мой инстаграм, и остальные охерительные соцсети, которые правда охерительные, проверьте, реально, ну не пизжу, вот иди проверяй, если не охуительные у меня соцсети, так и пиши в комментах, какая-то хуйня, а я тебе напишу, это неправда, врешь, блядь. А вот те здесь, кто остались, наконец, они обычно здесь слышат какой-то новый, интересный факт, какую-то вот хуйню, которую я в конце спиздану, но в этот раз даже сказать нечего. Просто вот взял, видос записал, классно подготовился, в принципе, записалось легко, и все у меня в общем хорошо, только вот на патреон не все подписаны, единственное, что меня огорчает. Короче, все, на сим откланяюсь, а! вот вы в этот раз крик услышали, знаете почему? Потому что я специально оставил пространство здесь дальше, потому что когда вы смотрите на какой-то скорости, кроме обыкновенной, а я понимаю, что разговорные видосы вы в основном смотрите на какой-то другой скорости, YouTube обрезает последние пару секунд, а фишка крика испокон веков, в том, что им ролик заканчивается. Да, иногда я там какую-нибудь смешнявку засовываю в конец, и тогда все крик заметили, а стоило оставить видос вот классическим образом обрезанный, все доебались, сейн, где крик в конце, и такое постоянно происходит. Крики я вставлять не забываю, это вы их не слышите, поэтому вот все вы, которые мне писали, блять, про то, что криков нет, возвращайтесь в комменты к предыдущим видосам, и извиняйтесь нахуй. Жду извинений!